И у нас в 6 утра начинался оркестр всех этих клавиш возле нашей головы Ты вообще не чувствуешь никакого личного пространства, приватности Потом там началось такое У тебя холодно, у тебя постоянно плесень, хотя ты заплатил сумасшедшие деньги Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о том, как не ошибиться при выборе квартиры на Северном Кипре Потому что эта тема очень для меня болезненная Я очень сильно обожглась и на своем примере я расскажу вам, как такие ошибки не совершать А помогут вам найти в аренду или купить апартаменты наш специальный телеграм-бот Ссылка на него под этим видео Там вы можете найти недвижимость, там вы можете найти различные локации Это суперудобно, можете забыть про Google Maps, там мы больше не ищем ничего То есть вы отправляете боту команду, что вам нужно, магазины, аптеки, больницы, недвижимость И он вам присылает сразу такой списочек со всеми ссылками, со всеми номерами телефонов Суперудобно, пользуйтесь на здоровье, мы для вас старались Итак, небольшая предыстория Когда я переехала на Северный Кипр, полгода я жила в квартире, в которой реально было просто невозможно жить И причем все мелочи вылезли спустя какое-то время Давайте расскажу для начала Смотрите, то есть я приехала, выбрала по объявлению классную квартиру, посмотрела ее Это была студия с нишей в супер-классном комплексе с классной инфраструктурой И как бы цена была довольно хорошая 450 долларов в месяц сейчас это просто какие-то копейки Сейчас такую квартиру реально не найти И первое время я очень сильно радовалась, была довольна, потому что квартира была чистая Как бы у нее был хороший ремонт, но потом там началось такое После чего мы просто оттуда сбежали И давайте сейчас разбираться, что же все-таки произошло Итак, первый момент, это была студия с нишей для тех, кто не знает Это такая квартира, то есть у вас зал совмещен с кухней и отдельная спальня, но нет двери Которая как бы разделяет эту комнату и нет окна Точнее там есть окно, но окно в шахту тоже довольно жутковато, но все здесь к этому привыкли И первый момент, с которым мы столкнулись, это то, что наша квартира была расположена так, чтобы в нее не попадал свет никогда Без шуток, там никогда не было солнца То есть напротив дом перекрывал, плюс балкон вот так вот в другой квартире перекрывал И постоянно было темно Ну мы сначала подумали, классно, не будет так жарко В итоге уже в ноябре там был такой дубак Как бы на улице здесь было еще жарко Но здесь дома строят так, что они очень промерзают И даже когда на улице уже там тепло, да, градусов 20 В домах температура на несколько градусов меньше Это прям супер некомфортно И уже в ноябре, то есть пока все купались, я уже начала жить с кондиционером То есть у меня с ноября по март кондиционер работал 24 на 7 Потому что было супер холодно Мы закупились одеялами То есть это первый момент, что как бы Во-первых, у тебя не такое классное настроение, да Когда вот постоянно такое, так сказать, нет солнца И плюс очень холодно А на Кипре нет отопления И на самом деле вот когда солнечная квартира, это супер сильно спасает Следующая проблема, с которой мы столкнулись из-за отсутствия солнца Это плесень Вообще, это такая распространенная проблема на Северном Кипре Но когда у тебя есть солнце, у тебя все как бы подсыхает И нет этой микрофлоры для размножения плесени, да, скажем так Вот, то есть и из-за этого у нас плесень была реально везде То есть мы ее обрабатывали, как бы испробовали много средств И это было супер неудобно Сейчас я чихну Точно не вру Получается, и мы даже проветривали То есть у нас в туалете было окошко, такая вентиляция Открывали там окошко, открывали наш балкон Была постоянно вентиляция, все равно ничего не помогало И мы даже просыпались с утра То есть у нас на окнах были просто такие следы воды Ключ, поворачиваешь ключ, весь в воде То есть такой сильный конденсат Потом, конечно, мы нашли средства, все просто там продезинфицировали Потолок, стены, пол Как бы и чуть-чуть с этим справились Но представьте, насколько это ужасно, да Когда ты покупаешь здесь апартаменты, у тебя холодно У тебя постоянно плесень, хотя ты заплатил сумасшедшие деньги И сейчас мы переходим к самой масштабной проблеме Многих комплексов Северного Кипра, из которых столкнулись мы Это проблема шумоизоляции Она здесь, в старых комплексах, просто отвратительная Получается, дом, в котором жили мы, ему было около 3-4 лет И там нет шумоизоляции вообще в принципе То есть такое чувство, будто ты живешь реально в какой-то общаге За что говорить, даже, я думаю, в университете, в общагах слышимость лучше, чем была там Но сейчас, как бы, я жила в этом же комплексе, в новом доме Там все идеально То есть там не слышно соседей, не слышно, что происходит за дверью Не слышно, что происходит на улице Но, как бы, старых домов там очень много, около 20 штук Первый момент, там очень слабые двери И когда, допустим, кто-то проходит, да, или вызывает лифт, вы это все слышите Как приезжает лифт этот писк Как кто-то ходит на каблуках, как бы вы это все слышите Но это еще не такая большая проблема, как расположение нашей студии с нишей Она была расположена так, что соседи были со всех сторон, сверху и по бокам Допустим, сверху над нами жила семья, там жила мама с ребенком и маленький щенок Но казалось, что там просто живет, не знаю, каких-то 10 шумных мужиков, которые дерутся Когда мы поднялись и попросили быть потише, мы просто очень сильно удивились Ну, потому что реально, как бы, настолько сильно было шумно То есть настолько сильно пол пропускал все эти звуки Что реально казалось, что там живет непонятно кто И шумели они до 3 часов ночи Да, есть опция вызвать секьюрити Но секьюрити же не скажет не ходите, не разговаривайте То есть это хорошая опция, когда, допустим, кто-то громко слушает музыку, да Или вы слышите, что кто-то дерется, да, вы можете вызвать секьюрити Но когда человек просто ходит по квартире, там, разговаривает Секьюрити на это никак не может повлиять Это первый момент, то есть ложились мы вместе с нашими соседями в 3 часа ночи Но это еще не так ужасно, как другие соседи Потому что в студии с нишей, то есть где у нас была кровать, за стенкой была кухня у других людей Кто не знает, здесь на кухнях миллион переключателей То есть переключатель для газовой плиты, переключатель для чайника И просто у нас в 6 утра начинался оркестр всех этих клавиш возле нашей головы Ну, сами представляете, да, ложимся с одними соседями в 3, с другими просыпаемся в 6 утра Это было просто невозможно И потом другие соседи через другую стенку Там была съемная квартира, но нам как-то не везло, постоянно снимали шумные люди Тоже там была кухня, шкафы 24 на 7 гремели То есть ты вообще не чувствуешь никакого личного пространства, приватности Даже вот у нас в квартирах, да, допустим, в той же России Ты так не слышишь своих соседей по квартире, понимаете? То есть насколько ты здесь слышишь соседей вообще в других квартирах И это самый такой большой минус Даже не холод, даже не плесень Потому что с этим еще можно смириться как-то и работать То есть прорабатывать это все, улучшать С соседями вы никак не справитесь Шумоизоляцией вы никак не справитесь на этапе, когда дом уже построен Кстати, еще немного о слышимости Вот насколько важно выбирать хорошее расположение дома То есть у нас дом был расположен возле местного кафе, бара И там устраивали вечеринки с музыкой до 11 вечера И когда там играла музыка, у нас в квартире грохотали стекла То есть прям была очень сильная нереальная вибрация И я это не выдумала У нас даже в чате нашего комплекса из-за этого были просто самые настоящие баталии То есть люди были в шоке от этого вообще Как можно в жилом комплексе устраивать такое Но я считаю, что здесь проблема не в этом Здесь проблема реально в шумоизоляции Как можно было поставить такой стеклопакет Который, извините меня, вибрирует от звука Но это просто какое должно быть ужасное качество Ну и еще один момент Сейчас не про шумоизоляцию, а про студии с нишей Так как нет окна, ты постоянно просыпаешься в темноте То есть вы понимаете, насколько это влияет на здоровье Когда ты не просыпаешься солнечным светом Когда просыпаешься в темноте от будильника весь разбитый То есть в этом плане я советую вам выбирать не студию с нишей Лучше выбрать один плюс один Чуть-чуть доплатите, но зато будете жить в комфорте Ну в итоге я оттуда уехала Переехала в шикарный комплекс Royal Sun Вот у нас сейчас 10 утра Посмотрите, вот мы снимаем ролик не души Тишина, спокойствие, уединение Поэтому это очень важно на самом деле Когда вы выбираете квартиру на долгий срок Хорошо все изучить и узнать все отзывы Но сейчас давайте подведем итоги Как все-таки выбирать здесь апартаменты Первое, что мы делаем при покупке квартиры Это берем квартиру с солнечной стороной И поверьте, это возможно даже на этапе стройки Потому что хорошее агентство недвижимости Приедет для вас на объект Снимет вам все Где восходит солнце, где солнце заходит Где будет расположен блок И поверьте, будет понятно, будет там солнце или нет Перекрывает ли другой блок вид или нет То есть в этом плане это реально очень важно Как бы заморочиться, не брать самую дешевую квартиру Потому что многие, о, самая дешевая квартира Поверьте, у нее будут вот эти вот все недочеты, скорее всего Поэтому лучше переплатить Лучше хорошенько позаботиться обо всем Лучше самим приехать на месте Выбрать апартаменты И тогда вот с этой проблемой С проблемой холода и с проблемой плесени Вы не столкнетесь Следующий момент, если вы хотите, чтобы у вас была тишина Вы берете угловую квартиру Если, допустим, это высотка Чтобы у вас не было так много соседей Потому что когда квартира на углу Все-таки у вас есть какое-то пространство тишины Где вы можете поставить ту же спальню Чтобы у вас не было коннекта с соседями Это вот тоже такой важный момент Потому что высотках, студии, многие квартиры Они как бы расположены так Что вы просто опоясаны соседями со всех сторон Дальше не берем блок Который находится возле кафе, баров, детских площадок Поверьте, шум вам обеспечен Особенно, если это детская площадка Это 24 на 7 Будет ор, крики, смех Кто это все не любит Вам реально вот где-нибудь Какой-нибудь блок на отшибе подальше Тогда у вас будет просто идеальная, спокойная жизнь Но, кстати, на самом деле Вот у кого есть дети Они наоборот любят блоки Чтобы вид был на горке На детские площадки Потому что они как бы с окна смотрят за детьми То есть тут двоякая ситуация Тут уже выбирать Ваш комфорт или ваше спокойствие за ребенка Момент, я вам его уже говорила Не берем студию с нишей Переплачиваем, наберем 1 плюс 1 У вас шикарные две комнаты Светлые И вы не мучаетесь Нет у вас никакого окна в шахту Как бы это тоже очень все классно Причем прайс не сильно отличается от студии с нишей И 1 плюс 1 Переплата вообще незначительная Ну и последний момент Не экономим на шумоизоляции То есть на самом деле Здесь стандартный дизайн пакет Она не входит То есть вам придется в это вложиться Если допустим вы взяли квартиру в многоквартирном доме Следующий момент Вы можете выбрать камерный комплекс Запустим как этот То есть здесь есть и трехэтажные, и двухэтажные дома Берете квартиру на последнем этаже У вас сверху кроме голубей никого не будет Поверьте То есть я сама поступила так Сделала квартиру на последнем этаже У меня с соседями общая стенка только в туалете Я их вообще не слышу Это прям реально самый настоящий кайф Но вы нам напишите в комментариях Сталкивались ли вы с шумными соседями И как вы с ними боролись Напомню вам, что меня зовут Лилия И вы были на канале Живой Кипр Саркон Эстейт Всем до свидания